Без шума и с комфортом в многоэтажках Новоалтайска установили 10 новых лифтов. Новые подъемники также должны были появиться и в Барнауле, но не появились. В рамках краевой программы проводился тендер. Сумма контракта составила 79 миллионов. В конкурсе участвовали несколько компаний. Выиграла строительная красноярская компания. Барнаульская лифтовая компания в аукционе проиграла и подала в суд. Почему в краевой столице так до сих пор и не меняют подъемники, в причинах разбирался Дмитрий Бутков. У лифтов, как и у самолетов, есть свой срок эксплуатации – 25 лет. По истечению этого времени подъемник в идеале должны заменить на новый. Таковы требования технического регламента. В Новоалтайске заменили 10 старых лифтов. Новые подъемники – это не только красочный и антивандальный дизайн. В первую очередь – это безопасность жильцов. Безопасность лифтов, да, то есть лифты сертифицированные, то есть очень много степеней защиты у данных лифтов, очень много электроники. В Барнауле тоже должны были заменить 42 отсуживших свой век лифтов. Но установка подъемников по-прежнему заморожена. Оборудование, закупленное красноярской компанией, до сих пор лежит под салфаном и в коробках. Причина – барнаульская лифтовая компания, опротестовала результаты конкурса и выиграла суд первой инстанции. После первого слушания результаты аукциона признали недействительными. Красноярская компания намерена обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. У нас есть, конечно, у юридической службы, руководство нашей организации, своя позиция. Мы будем оперировать это в суде в городе Томске. И, по всей видимости, предоставим еще дополнительно те аргументы, которых, по всей видимости, может быть, не хватило Алтайскому суду. За комментариями мы обратились и в барнаульскую лифтовую компанию. Рассказать о решении суда нам отказались. Сказали, что смогут дать интервью лишь после того, как получат из суда документы о состоявшемся процессе. Ежедневно жители этой девятиэтажки вынуждены подыматься по ступеням. Уже четвертый год лифт не работает. Когда установят новый – неизвестно. Пока две компании судятся, люди продолжают пользоваться старыми лифтами. А есть дома, где подъемники уже не работают. Так на Матросова-10 лифт сгорел три года назад. Жители обращались в барнаульскую лифтовую компанию. Ничего не было сделано. Когда случился пожар, мы прежде всего обратились к ним. Они стали открещиваться от нас. Мы здесь ни при чем. Вы виноваты, вы подожгли. И когда несколько судов состоялось, они отказались вообще от участия с нами. Ни в какой контакт не входили. Точку в споре двух организаций поставит суд. А пока идут юридические разбирательства. Как надолго затянется судебный процесс, и как долго кабины новых лифтов будут лежать под салфаном, никто не знает. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин, Иван Сухасыр. Новости.